Привет, друзья! С вами Алена Васильева. Я тут пропадала на несколько месяцев, и причина вот в чем. Я была уже совсем беременная, когда мы снимали последние ролики, и я родила своего третьего ребенка. У меня родился сыночек, он здоровый, с ним все хорошо, он замечательный ребенок. И теперь у меня трое детей. Это дочь, которой 18 лет, скоро будет сын, которому 3,5 года, и совсем маленький сынишка, которому 2 месяца сейчас. И теперь я могу поделиться с вами не только о том, как же учить детей читать, но и о том, как быть мамой маленьких детей, когда разница такая небольшая, всего 3 года. О том, как готовиться к появлению второго малыша. О том, как родить после 40 лет, потому что я родила в свои 42. И о том, как оставаться молодой и красивой все эти годы. О том, как не нервничать. И о том, как воспитывать детей, и о том, как развивать их. И в 3 года ребенка, как развивать. И теперь совсем малюсенького ребенка, как развивать. И еще вторая причина. Мы переехали из Сибири в Таиланд. Переехали мы не на совсем, на некоторое время, на несколько месяцев. И об этом, обо всем, о том, как же переехать из Сибири в Таиланд, на несколько месяцев, я тоже могу вам рассказать. Переехали мы, когда малышу было всего месяц. Но обо всем этом я расскажу в следующих видео. Ждите. А сейчас я вам хочу сказать. Из-за того, что у нас так много тем накопилось о том, как развивать, воспитывать ребенка. И теперь не одного, а двух с такой небольшой разницей. И как не только учить его читать. Научить и считать. Учить цвета. Как научить маленького непоседа держать карандашик. Научить его рисовать. Сделать так, чтобы он полюбил это дело. Потому что сейчас у нас пальчики у ребятишек очень непослушные. По экрану телефона очень просто водить. А вот писать, рисовать это нужно пальчиком работать. Это очень непросто. И вот об этом я хочу рассказывать в следующих видео. Я специально взяла рабочие тетради для того, чтобы вам показывать, как же мой маленький непоседа научится рисовать. И все это будет на ваших глазах. Я думаю, что это будет очень интересно и очень полезно для вас. Из-за того, что тем накопилось очень много, это и переезд в другую страну, это и роды после 40, это и воспитание двух детей, это и рисовалки всякие, и обучалки, и развивалки. И поэтому мы решили переименовать канал. Теперь это будет не непослушный язычок, но это будет, внимание, канал будет называться Алена Васильева. Для того, чтобы вам было просто удобнее меня найти. Поэтому следите за нашими новостями, смотрите новое видео, канал Алена Васильева.